Здравствуйте! В эфире события. В студии Мария Степченко сегодня в выпуске. Вице-мэр по вопросам образования Елена Тараклея провела инфо-час по темам, касающимся 1 сентября. Комиссар Нарвского отдела полиции выступает с обращением к автомобилистам и родителям детей. Отличный подарок к 1 сентября был сделан Нарвской хоровой школе. В Нарвском колледже в этом году обучение начнет 101 студент. А теперь подробнее. Сегодня 1 сентября – день знаний и для многих начало новой жизни. Первоклассники с большими ранцами и гладиолусами пошли сегодня в первый раз в первый класс. Очередной этап обучения начался и для 10-ти классников – тех, кто поступил в гимназию. Для 12-ти классников это 1 сентября означает начало финишной прямой. Этот день волнителен для сотен малышей и подростков, а также для их родителей и педагогов. Состоявшийся накануне инфо-час с вице-мэром по вопросам образования, культуры и спорта Еленой Тараквей также был посвящен этой дате. Чиновник сообщил, что в этом году по состоянию на 10 августа в Нарве в первый класс было подано всего 597 заявлений. Однако уже 17-го числа их количество возросло до 610. Окончательная цифра станет известна после 10-го сентября, когда будут подведены итоги. Больше всего первоклассников в этом году пошли в Тайхельмяевскую и гуманитарную гимназию по 106 человек. Меньше всего первоклассников в эстонской гимназии и школе Петри. Там в этом году прибавилось только по 16 новых учеников. Что касается гимназических классов, то больше всего проблем с набором 10-ти классников в этом году в Паю-школе. Там на обучение в 10-м классе заявления подали только 10 человек. В Паю-школе у нас, видите, тоже такая ситуация, что там тоже директор сейчас решает вопрос о наличии 10-го класса. Потому что, конечно, содержать класс 10-ти учащимися крайне экономически невыгодно. Поэтому она работает над этим вопросом и решает эту проблему. Больше всего гимназистов в этом году в Кисклиновской гимназии 52 человека, а также в Пятерменской гимназии 51 человек. Всего в этом году в Нарве 312 гимназистов по состоянию на 31 августа. Как сообщила ВИЦМР, в этом году произошло естественное сокращение гимназистов на 152 человека, что соответствует примерно 7 классам. Тенденция показывает, что и в следующем году эти сокращения продолжатся, потому что все больше окончивших 9 класс ребят идут учиться в профессиональный учебный центр. ВИЦМР ВИЦМР